На совещание по организации общественного питания накануне открытия сезона были приглашены руководители предприятий, работающих в центре города и на набережной. Они – лицо и кухня города, и по ним, в том числе, будут судить об уровне сервиса на курорте Анапа. Руководителям напомнили основные санитарные нормы и правила, озвучили суммы штрафов за их несоблюдение. Кроме этого, предостерегли от принятия на работу незаконно прибывших мигрантов и обратили внимание на то, что запрет на громкую музыку действует и в этом году. И рейды по замерам уровня звука будут регулярными. Обеспечить это все на своих объектах – это мы в настоящий момент практически отодвигаем на второй план санитарные правила и работаем в соответствии с поручением правительства и указанием президента, так как мы федеральная служба, значит, по контролю за выполнением технических регламентов, которые введены уже в достаточно длительный срок и действуют. КВИ, все эти технические регламенты таможенного союза, их у нас практически 22 по разным там видам, но у вас будет касаться где-то около 9 основных. И что самое главное, на что обращают внимание как глава, так и губернатор, губернатор настаивает на том, чтобы в каждом объекте общественного питания было меню кубанской продукции, кубанское меню и наша кубанская винная карта. Кубанское должно стать отличительным знаком качества и распространяться это правило должно и на качество продуктов, и на качество услуг в городе-курорте Анапа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.